красиво отошла как красиво ресторанчик смотрится да от воды отсвечивается почему да сегодня фонтаны не пели вот я в этом доме остановилась раньше я снимала года три наверное у одной и той же женщины и у меня балкон выходил вот прям на этот овал овал в простонародье называют так а вообще это группа mariot отели интересно вот я вот все воды бывают такие цены доступные можно было в принципе и здесь снять я не хочу ребята и вот что касается жилья на отдыхе идешь уже по протоптанной тропинке и уже знаешь что ты не пролетишь как фанерка всем привет вы на канале всего понемногу из германии когда человек без фильтров и понтов могу вот так вот просто из-под полотенца вам снимать видео снимаю своим подписчикам гостям зашившим на канал добро поджаловаться поджаловаться петесь человек на отдыхе даже речь не контролирует куртка себе меня зовут людмила я живу в городе диссельдорф мне 58 снимаю вам из солнечного басуми это черноморская подуэзия грузии при любящем видео вы посмотрели перевод я прилетела в кутаиси это 130 километров от батуми из кутаиси переехала маршруткой апартаменты у меня те же студию я снимаю по горделазы это прямо с балкона смотришь бабац тебе и море сегодня у нас морские байки обычно я снимаю рано утром 1 рассказ у меня а потом уже обеек вечер там все перемешку но дело в том что я была в июне и когда я в 6 выходила было то светло а сейчас я встаю 6 а на улице темно сентябрь однако ребята так что смотрите видео такой рассказ рассуждение разговор подписчиками с гостями я думаю вам будет интересно немного сниму вам ночной город пойду поужинаю ресторан у меня здесь мой любимый за за чем шики а я его почему-то всегда за сам шики называла а загуглила мне надо было локацию скинуть друзьям и он оказывается за чем шики но это супе не играет никакой что хочу сказать гостям аж зашедшим на канал хочу пояснить 12 июля я сделала пластическую операцию на внутреннюю сторону бедра сделали не удачно я бахалась полтора месяца с этой жуки на таком днище было типе ужас и просто сдали нервы и я решила сделать такой вот вылазку ради здоровья хоть не одна мадам брошкина и написала вот так типа живут безработные германии во-первых я не безработная я инвалид начнем с этого а во-вторых вы свое считаете зачем вы мою считаете это не агрессия в сторону вас это просто я поясняю тем кто кому надо лет 10-15-20 стажа я могу вам прям безвозмездно подарить трудовая книжка с 15 лет пахала как лошадь полном смысле слова как лошадь я работала я не буду говорить на каких должностях но дело в том что я подрабатывала всю жизнь подрабатывала когда я работала на таком хорошем интересном месте и после работы ходила мыть рынок мои друзья падали в омарок ну если тебя узнают на рынке вернусь узнают а что в страшного что в этом страшного да нужны деньги да подрабатываю что ничего страшного так что ребята не надо мне такие комментарии писать это пишут наши переселенцы которые вот ничего против деревни не имеют приезжают в таких дремучих сел в которых по лет по 15 света не было делайте выводы там ну пусть и сейчас поднимаются пишут комментарии там мне в укор но я вы поняли смысл а придут а как начинают язык смешивать и прямо слово русское два слова немецкий это не в отпуске в отпуске так себя ведут я посмотрела как в казахстане ведут себя немцы переселенцы но не все конечно боже без слез не глянешь прямо на русский забыли но забыли у меня сын родился в германии он написал он знает русский язык а эти прям позабывали за полгода и где начала за здравие и понесло и понесло мне так что вот так и я не на чьи деньги сюда не приехала никто меня не спонсирует из ютюба не получила еще ни одной копейки я даже не знаю блин а если я домой приду посмотрю солнце же отсвечивает я же не вижу вижу очки и пять подбородков мне кажется тоже тут будут на кадре но ничего ногти кстати девчонки посмотрите какие у меня позорные ногти человек ватуми приехал так ногти спрятала так что ребята вот такие дела дальше какие планы какой будет отдых все смотрите видео очень много интересного будет будет всего понемногу будет подписчиков огромное спасибо вы у меня лучше не каждый блогер имеет таких подписчиков это я считаю себя счастливым блогером если из всех сообщений одно какое-то попадется но не было человека настроения ну человек позавидовал мне что я минус 60 килограмм начинает мне писать такие пакости они думают они меня так расстроили до жути вот вообще ничем не просыпешь у меня уже очень много изобретений вот у меня нет палки ссылки видите я но снимаю только с руки я бы приспособилась через зеркало снимать нет оператора тоже через зеркало подойду какой-нибудь витрине тоже с вами общаюсь ну толком себя не вижу но я все равно без фильтров и понтов второй подбородок или третий там какой его не уберешь вообще никакими фильтрами так что ребята придется вам меня терпеть такую как я есть а что делать так что всем огромное спасибо за поддержку за тепло за ту силу которую вы мне дали что я не пропала в этой ситуации в которой я была гостям зашедшим на канал о ребята даже в двух словах не расскажет что у меня было такие приключения я пережила я 12 июля сделала пластическую операцию удалила внутреннюю мне удалили да но такое впечатление что я сама себе удалила внутреннюю сторону бедра это где ляжки хоть и говорят это бедра ну бедра я понимаю бедра но я ляжки называю короче короче ребята мне эти ляжки так вы обошлись кровью ну блин как же спрятаться но не знаю ребята судя по моим швам это вообще дело в том что я вы принимаю свои болезни я знаю что на качестве заживания или вернее на сроках заживания на том какие могли последствия бить я все прекрасно понимаю но мои болезни не влияет на качество швов сами самого раскрою это что за пасончик был неизвестно но полтора месяца я в этом омуте болталась благодаря подписчикам и моему домашнему врачу я выбралась из этого но в результате у меня я так думаю что у меня смешно я не знаю что у меня на ноге врачи сказали что это не смешно хотя мои подписчики все утверждают говорят что это смешно о я могу вам даже показать сейчас подождите у меня сегодня первая береговая ревиния у меня лежат прям почти в воде я тут сижу а вы знаете что я тут а ну подождите я про закончу и значит все утверждают что это смешно обман наши врачи говорят что то не смешно и я пришла домой мне что-то такое разобрала о не знаю отчаяние и я села на самолет и улетела что-то вкусное попробуем я не знаю буду ли я каждый день снимать не буду я каждый день снимать что я буду снимать честно вам я не знаю я хочу покоя тишины ну как тишины души душевного какой-то равновесия забыла забыла шляпу и поэтому мне надо и волос укрыть и чтоб я видела камеру что я снимаю пол увижу в общем как я купаюсь я вам сейчас объясню я же сухопотный моря я вот здесь на берегу сажусь меня окатывают волны я этой водичкой плескаюсь и все и потом вот лежак прям первое он передавая вот море сейчас перекину вот море вот она плещутся люди вот лежак и вот она я кстати много деток я буду может видео повторяться в грузии еще не начался учебный год 20 по моему у них сентября начинается поэтому деток очень много это местные ну море же у них не по всей грузии черная этому местные очень много местных отдыхающих долетела я хорошо перелет но но до ночной перелет он как бы не из легких но рано утром вылетать тоже ты ночь толком не поспал рано утром тебе надо в аэропорт а этот рейс он был вечерний и захватил ночь пока с кутаиси до батуми тоже же часа два ехали и конечно такой вот усталость но я толком и не поспала что-то так вот все сикость на кость отосплюсь я обязательно отосплюсь отлежусь на море вот так вот будем всего понемногу буду вам снимать алина из москвы сегодня написала в комментариях что было давно в грузии с удовольствием со мной по путешествует по грузии по по экскурсиям но дело в том что хочу сказать есть плейлист грузии и в грузии я не первый раз и дай бог не последний и видео есть на канале если хотите можете полистать потому что уже в прошлую поездку я никуда не поехала особо так сделать подъем на канатке тоже что я нового там увижу только время потерять и деньги в прошлом году я была компанией мы были мои родственники из берлина и ой вообще у нас тогда компания была вообще обалденная сегодня я планирую встретиться с одной знакомой она из лоббинска это краснодарский край она здесь по своим рабочим делам и я хочу с ней встретиться возможно что мы пойдем поужинать в ресторан но в общем его ребята все впереди будет видно и как сколько-то дней я буду с ней она поедет обратно через владикавказ на такси а я обратно куда поеду и как поеду вы не будете смотреть видео поэтому новости будете знать ребята видите время 6 вечера вот такое движение всегда здесь пробки слышите цоканье вон упряжка лошадей деток как много стало это теперь вот эти дни будут у вас как сводка за весь день алё алё говорит и показывает батуми температура воздуха 30 настроение прекрасно вернулась с моря сейчас переодеваюсь и иду в ресторан на ужин и немного прогуляюсь по набережной кто со мной давайте посмотрим что сегодня вкусненько можно заказать вы были на канале всего понемногу из германии люблю вас по-человече всем пока пока